Здравствуйте! В эфире «Субботня» информационная программа «Вести» Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Известный полководец и военный дипломат, участник четырех войн. В Орджоникидзевском прошло мероприятие памяти генерал-полковника Султана Магометова. Оружие для самообороны. Как приобрести его законно? Ответы на эти вопросы мы получили в отделе лицензионно-разрешительной работы. Звуки гитар над горными вершинами. Домбай вновь собрал авторов-исполнителей из разных уголков России. 32 года прошло с того дня, как ушел в жизнь выдающийся земляк, известный полководец и военный дипломат СССР, участник четырех войн генерал-полковник Султан Кюк-Кюзевич Магометов. Памятное мероприятие прошло в поселке Орджоникидзевском на площади у музея защитникам перевалов Кавказа. Именно в этом месте, где 31 августа 1989 года остановилось его сердце. Представители духовенства совершили обряд дуа и поминальную молитву. Доктор исторических наук профессор Аскерби Койчуев рассказал собравшимся о жизненном пути Султана Магометова. Его боевой путь начался в 1941 году и продолжился в течение последующих 40 лет. Султан Кюк-Кюзевич прошел четыре войны и посвятил всю свою жизнь служению своей родине. Он воевал в Финляндии, был участником Великой Отечественной войны с первого дня до последнего. Работал военным советником из Сирийской Арабской Республики. В 1979 году был назначен главным военным советником в Афганистан. Орден Ленина, два ордена Красного Знамени, два ордена Красной Звезды – это лишь некоторые из его наград. Выдержанный, трудолюбивый, который всей своей жизнью являл пример настоящего гражданина и патриота. Таким был генерал Магометов, и мы обязаны сохранить память о нем и передавать нашим потомкам, отметили собравшиеся. Оружие для самообороны. Как приобрести его законно? Существуют ли ограничения на количество приобретаемого физлицам и оружия? И вообще, как проходит процесс оформления разрешения на ношение и пользование? Ответы на эти вопросы мы получили в отделе лицензионно-разрешительной работы по Малокарачаевскому району управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Интересовалась темой Фатима Даурова. Хазыр Байрамуков, ветеран афганской войны, ценитель оружейной эстетики, оформляет сегодня в свою коллекцию третье нарезное оружие. Все этапы, процедуры на лицензию и пользование им он проходит постепенно, выполняя один за другим надлежащие процедуры. Эта неделя я только одну справку оформлял, медицинскую справку. Не от того, что кого-то не нахожу. Просто-напросто каждый специалист изучает тебя от и до. И типа собеседование еще там же проходишь. У нарколога, например, нет у тебя нигде зафиксировано, ни наркоман, ни алкаш. И все равно, зная все это, все равно проходишь процедуру, она с тобой разговаривает, и психолог разговаривает. Желающих приобрести оружие немало, говорит начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по Малокарачаевскому району управления Росгвардии Карачаева-Черкесии Исмаил Магомедов. Цели разные. Кто для самообороны, кто для охоты и стрельбы по мишеням в тире. На текущий момент на учете у подразделения стоит более трех тысяч гражданского оружия. Сотрудники тщательно следят за безопасностью оборота оружия и обеспечению по постоянному месту жительства владельцев подходящих условий сохранности оружия, исключающих доступ к нему посторонних лиц. Применяются плановые и внеплановые проверки. Процесс проверки входит в то, что наличие оборудования, сейфов, металлических ящиков, деревянных ящиков, обитым железом, что владелец должен обеспечить сохранность оружия. Нормы как таковых нет, что сейф такой-то, ящик такой-то, может быть разных размеров, разных, но он должен обеспечить сохранность. Наличие оружия, наличие документов, все это проверяется по месту проверки. Если есть какие-то нарушения, составляется административный протокол. Для желающих стать владельцами огнестрельного оружия имеется возможность подачи заявлений через единый портал госуслуг, где можно выбрать категорию услуги, заполнить заявление и отправить его с приложением сканируемых копий требуемых документов. При приеме к рассмотрению заявления назначается время и дата прибытия в органы внутренних дел. После получения лицензии на оружие гражданин обязан еще оформить разрешение на его ношение и пользование. После приобретения оружия человек в течение 14 календарных дней должен обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы, где он получил лицензию. После обращения мы регистрируем это оружие человеку, в его личное дело все эти данные вносятся, и уже поступает человеку заявление на получение разрешения на ношение и хранение. Человек уже с разрешением имеет право носить оружие, ходить на охоту. Без разрешения человек этого не может делать, поэтому не надо путать именно лицензию на оружие с разрешением на ношение и хранение оружия. Такой тоже момент есть, люди часто это путают. Бывают случаи, когда некоторые владельцы оружия просто забывают своевременно продлевать разрешение на его хранение. В таких случаях стволы изымаются, а его владельцы наказываются в административном порядке. Для нерадивых охотников наличие двух нарушений в течение года – это уже лишение оружия. Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаево-Черкесия, Учкикен. А сейчас погода на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин У каждого народа есть свои особые даты, напоминающие о страданиях. Для российских немцев таким днем является 28 августа. Эту дату вспомнили и члены общественной организации национальной культурной автономии немцев Черкесска. Альбина Ламкова продолжит тему. Российские немцы – дети двух народов и культур. Мало кто сегодня в нашей стране не знает о существовании этого народа. В свое время их пригласили на нашу родину трудиться. Это были как ученые, так и простые ремесленники. 80 лет назад их депортировали из Поволжья. Старики и женщины, даже дети были объявлены предателями родины. Причиной была принадлежность к немецкой национальности. Условия переселения приводили к высокой смертности. Несмотря на унижение и лишение, во время войны люди трудились под лозунгом «все для фронта, все для победы». На Волге были немцы, но это были не те немцы, которые пришли с войной, с захватнической и именно фашисты. И могу даже сказать, что во время войны, то, о чем мы сегодня будем говорить, очень много наших дедов, отцов, даже вот мой папа хотел записаться на фронт, но его не взяли, потому что уже к тому времени было запрещено брать в армию. Общественная организация национальной культурной автономии немцев работает больше 20 лет. Размещаются они в здании Института повышения квалификации. Несмотря на то, что большая часть немцев уехала, работа в организации продолжается. Очень хочется рассказать людям о том, кто такие немцы, и что было хотя бы даже 80 лет назад, и как это произошло, что случилось, допустим, даже с моими родителями. Ведет активную работу в общественной организации национальной культурной автономии немцев и молодежь. Руководители молодежного клуба «Юнгештерн», что в переводе означает «как юные звезды», Миша Сказкин рассказал, что его бабушка Эмилия Христова, как и многие другие немцы, стойко выдержала испытания данной судьбой. Моя бабушка, она ребенок войны, она всю войну прошла в концлагере, а потом после войны ее как изменника родины, ее сделали детем еще изменником родины, потому что она была немкой по национальности. Ну, есть, она жива, слава богу. И ее репрессировали в Душанбе. На днях Миша Сказкин приехал из Саратова. Он участвовал в мероприятиях, посвященные 80-летию депортации немцев. Он впечатлен масштабами и планирует серьезно изучить культуру этого народа. Альбина Ламкова, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Северокавказский федеральный университет принял гостей по программе развития студенческого туризма. Участие в программе принимают высшие образовательные учреждения, расположенные в наиболее туристической привлекательных регионах страны. Побывали гости и в Карачаево-Черкесии, где межрегиональным туристическим центром СКВО для ребят была составлена насыщенная программа пребывания. Участники похода посетили живописные места в Нижнем Архызе, Софийские водопады, которые считаются одним из самых высоких на Кавказе. Прогулялись к красивым высокогорным озерам. С отдельного внимания был удостоен Тибердинский заповедник с его богатой флорой и фауной. Напомним, программа по развитию студенческого туризма реализовывается с 15 июля по 25 августа 2021 года. В пилотную программу вошли 20 российских университетов. Домбай заиграл новыми красками и звуками благодаря ежегодному фестивалю «Горные вершины». Последние деньки уходящего лета музыкальный праздник собрал талантливых исполнителей со всей страны. Атмосферу бардовской песни прочувствовала и наша съемочная группа. Альбина Курочинова-Кейнжева подробнее. Чистейший горный воздух, убаюкивающий шум ледяных рек, звуки гитары переплетаются со звуками природы прекрасного Домбая. Все это ежегодный фестиваль авторской песни «Горные вершины». Люди едут сюда за перезагрузкой души и тела, за вдохновением, за позитивом. От лица министра культуры Карачаево-Черкесской республики Зураба Замира Чагирбова также поприветствовать всех вас, пожелать вам успехов в сегодняшнем фестивале, ну и, конечно же, крепкого здоровья. Всем участникам желаю удачи, а всем зрителям услышать много хорошего, получить удовольствие и будьте здоровы. Талантливые исполнители сменяют друг друга. В их строки вслушиваешься, они заставляют задуматься о самом главном – о жизни. А звуки гитары создают романтическую обстановку. И кажется, что время безмятежно. Вглядываясь в горы, смотришь в прошлое, думая о будущем. И кажется, вот бы эта сказка длилась вечно. Пусть будет расставание, наши огорчения не в счет. Горы – это вечное свидание с теми, кто ушел и кто придет. Туристы и участники говорят, что все на высшем уровне. Природа очаровывает, песни ласкают душу. Именно поэтому хочется возвращаться вновь и вновь. Настроение боевое, красивое. Горы – это выше всего. Да. Сходили на природу, сходили по вашим горам, ну просто бомбически называется по-русски. Сейчас души остается. Да. Очень хорошо, чудесно. Какой классический участник. Удачи. Всем победы, всем. Да и за исключением. Много песен. Хороший стихок. И прекрасной музыки. Настроение. Спасибо и вам удачи. Вам тоже. Спасибо вам большое. О, это вообще сказка. Это моя мечта, она будет 10-летняя. Очарование. Очарование. Просто восторг полный. Я говорю, вот соединение, да, вот душевного и зрелищного. Это куда голову не поверни, и вот в восторге. Потрясающий фестиваль. Первый раз на дуку. Пассивные эмоции, положительные впечатления. Донбай, природа восхитительная. Всем рекомендую побывать в Донбай. В номинации «Лучшая авторская песня» победил Дмитрий Курилов из Москвы. Лучшее исполнение песен Юрия Висбора взял клуб «Времена года» село Покровская, Ростовская область. Приз жюри достался Юлии Краснокутской из Ставропольского края. 31-й Всероссийский фестиваль «Горные вершины» собрал лучших исполнителей со всей страны. А это значит, что новые знакомства и новые встречи зададут динамичный темп для дальнейшего развития и популяризации бардовской песни. Альбина Курочинова-Кенжева, Роберт Джагутанов. Вести. Карачаева-Черкесия. Из Донбая. На этом сегодня выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok